Куда идем? Я не хочу. На каком основании? Вы меня задерживаете. Ну так я свободный? Все тогда. Если у вас есть какие-то вопросы участкового, он пояснит почему и для чего вы ему нужны на данный момент. Я свободный человек. Я передвигаюсь, не нарушая никакие рамки, вы не нарушаете мои. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, обращайтесь ко мне. Я подошел. Он сказал ждать. У меня нет вопросов ждать. Я ухожу по своим вопросам. Все? Нет, вы подойдите еще раз вместе со мной и он вам конкретно скажет. Он не отвечает. Ну что я буду бегать за участковыми или как? Ему надо, то пусть обращайтесь ко мне. Вы подойдете и он вам объяснит конкретно. Что ему нужно? Вы меня задерживаете или что? Вы меня задерживаете или что? Вы конкретный человек или нет? Вы меня задерживаете или что? Вы конкретный человек, сожитель. В данной ситуации я конфликтую, потому что у меня нарушают мои права. Как я должен реагировать на нормальный? Права вашей конституции. Да, конституции на право владения своими вещами. Какими? Вот ректор на данной ситуации ограничивается. Я сейчас не об этом. Так а я по этому вопросу тут нахожусь вообще-то. Вы дадите мне связь или будете перебивать после каждого слова? Нет, вы задали вопрос, я вам ответил. Ну теперь можете другой задавать вопрос, если у вас есть какие-то вопросы? У меня есть, конечно. Задавайте. Почему я сюда приехал, первый вопрос? Я вас не вызывал. Вот, не вы вы не вызывали, правильно? Вызвали академию, будем так называть. Ну, допустим, вызвала академию. Потому что произошла что? Конфликтная ситуация. У кого? Вы участвовали, правильно? Я не конфликтовал нигде. С женщинами или с ректорами? Я не конфликтовал. Я ни с кем не конфликтовал. Ну, вы же пришли заяснять по своим вещам лично, да? Да, я пришел записаться на прием, да. Вы, кстати, записали данные? Да, записался на прием. Завтра будет прием, да? Да, на час дня, да. Завтра придете и с ректором будете уже беседовать, да? Ну, конечно. Я уже буду с адвокатом сегодня, да, конечно. Это ваше личное право. Ну, конечно, да. Так, а в чем вопрос? Вы меня задерживаете или что? Меня интересуют ваши анкетные данные. На каком основании я тут нахожусь или что? Нет, не на каком основании. А какой у вас вопрос? Ваши фамилии, меморчества. Я не хочу участвовать в ваших делах. Я не хочу... Они мои, это ваши. Я вас не вызывал. Я вас не вызывал. Ну, так, выполняйте свои обязанности по вызову. Я приехал, где женщина указала конкретно на ваши. Вы пришли и устроили конфликт. Я хочу вас опросить. Вы можете отказываться. Это ваше личное дело. Ну, вот я отказываюсь. 263 статьи Конституции Украины. Но свои данные вы обязаны назвать, чтобы вы... Я отказываюсь. Хотите установить мою личность? Вот, пусть они вам предоставят. У них есть документы на меня. Документы у вас должны быть с собой. Так как сейчас карантин, вы обязаны носить с собой документы. Если вы отказываетесь показывать документы, я, значит, оставлю на вас протокол. Нет, я не знаю. Вы хотите увидеть мои документы? Я хочу записать. Видите? Помирь и мемборчество. Мне не надо. Зачем? Вы меня задерживаете или на каком основании я хочу узнать? Я вам, что попугает, но я тоже повторяю. Нет, ну какие... Вы мне скажите, на каком основании вы меня сейчас задерживаете? Вот вы меня сейчас задерживаете. На каком основании? Вы меня не услышали. Я вам только что говорил, говорил, до кого это... Нет, вы мне говорили, что... Можете отмотать запись, повторить. Нет, я слышал, вы мне объяснили, что вы задерживаете меня на основании того, что там кто-то вызвал. Я хочу опросить вас на каком основании, что вы здесь сделали, с какой целью приходили, и что у вас произошло, приемный репт. Я могу отказаться от этого? Можете. Все, я отказываюсь. Данные данные вы должны показать. Вы хотите ознакомиться с моими данными? Паспортные данные? Я могу ваши документы увидеть так же? Пожалуйста. Нет, я хочу узнать, кому я даю что-то. Мне не жалко документы. Что мне, ваши думаете, документы нужны? Мне нужно ознакомиться с компьютерами. Если вы поліцейские, значит, предоставьте такому. Бойчук Виталій Виталевич, дільничный офицер полиции. Номер 0061 251 жетону. Все правильно. Ну, то, что я прочитал, да. Какие у вас ко мне вопросы? Ваша, я могу, можете не показывать. Не продиктуйте, я запишу. Согласно, 63-й отказался от подписи. До свидания. Я отказываюсь вообще какие-то объяснения давать по этому поводу? Ладно, давайте документы. Мы спорим ни о чем. Вы меня задерживаете сейчас и хотите... Вы мне объясните причину моей остановки. Как говорится, вы задержали меня? Да, причину моей остановки. Какая статья? Я уже объяснял. Не, статья. Вы мне юридические основания объясните. Я не услышал. Повторите. Отмотайте запись. Я слушал. Прослушайте, пожалуйста. Я вам повторил поиск. Рассказал так и так, так и так. Вы мне статью говорите, на каком основании вы меня сейчас задерживаете. Документы предоставьте еще раз. На каком основании? Еще раз говорю, предоставьте документы. Так вы можете мне сказать статью на основании каком я должен вам предоставить документы сейчас? Как минимум, достоверясь. Как вам сказали, Тарасевич, да, у вас все, фамилия, имя или нет. Я ничего вам не говорил. Не вы, а вот ректор. Ну, так что? С ректорами тоже общался, кстати. Так он есть, оказывается, да? Мне говорили, его нету, а вы говорите, что вы общались с ним. Ну, я общался. Мы набрали его, я по телефону общался. Там вот эти девы, секретарь, я не знаю, что они расспрашивают. Кто из них, кто? Вот, можете ознакомиться. Тарасевич Павел Юрьевич. Что у меня есть подтверждение? 19, 11, 93. По поводу чего вы у меня объяснение берете? По поводу чего? У меня только что говорили. Ну, объясните, я не услышал. Я просто... Я сейчас на стадии нервно... Вы сами себя перебиваете и слушаете. Короче, не хотите говорить со мной тогда? До свидания. Идите сюда. Молодой, я к вас. Что непонятно? Вы меня задерживаете или что? Я вас задерживаю, да. На каком основании? Я требую сейчас адвоката сюда. Требуйте. Ну, так отойдите от меня, во-первых, на нормальное расстояние. Я вас нормально общался, вы не слышите. Так я не хочу с вами общаться. Вы мне не объясняете ничего. Я вам задал вопрос. На каком основании вы меня задерживаете? Вы мне говорите. На основании того, что вы вызвали. Ну, так что вы меня задерживаете? Я не понял. Громче, громче. Заберите руки, пожалуйста, свои. Мужчина, я с вами нормально. Так вы не нормально со мной. Я вам объяснил, спросил, почему вы меня задерживаете. Вы мне говорите, я вас тебя не задерживаю А сейчас задерживаете Так вы определитесь, вы задерживаете или не задерживаете Ну что это за отношение такое Отойдите от меня, пожалуйста Нет Я не понял, что вы себя позволяете Я просто нормально с вами Нет, вы сейчас не нормально Вы препятствовали мне свободному доступу С вами культурно общаются, нормально Да блин, я вас просил, а вы мне говорите Я тебе говорил Я повторить попросил вас, я не услышал Закройте маску Ну я попросил повторить, я не услышал Вы мне говорите, я тебе говорил, посмотри видео Как вы можете услышать, если вы так кричите Ну так повторите, пожалуйста, еще раз На каком слове вы меня задерживаете Я вас сразу внимательно выслушаю Повторите, пожалуйста Я уже вас прошу, пожалуйста, повторите еще раз Что вы хотите услышать еще раз На каком слове вы меня сейчас задерживаете Я вас еще раз, это что Общался с вами Да, приехал на вызов 102 нет я когда вызывал не приехал никто вы мне сказали чтобы он сказал вы меня перебиваете вы просто я не я в ответ задали вопрос я вам пытаюсь ответить все я вас уже извините я вас уже на меняю тему хорошо из него поступил 102 вызов правильно не знаю короче строительной академии мы приехали сюда руководство академии представители академии указали на ваши вы пришли и устроили конфликт приемных ректора и и от вас нужно объяснение ну я не конфликтовали хорошо глядя объяснение я вот так вы не обязательно не зашел не задерживаете если вас будут выводить вы тоже будете к доктору обращаться как как же думаете до вас вывели меня как вы думаете я хочу пойти успокоиться хочу пойти к врачу сейчас вы меня задерживаете я хочу пойти выпить успокоительного приехал его задерживаю а вы думаете я сюда по своей не принять свете и пришел у нас с вами буквально пять минут времени мы написали и разошлись давайте пишем не задерживаете пишите давайте пишите не меня я на сутках дежуре вы сами себя задерживаете ну так давайте пишите уже наконец-то я пытался писать высоту строили концерт идем еще раз мы можем тут продолжим на свежем воздухе пожалуйста я вам благодарен давайте вот тут станем что вам удобно можете вот на стойке там писать и от меня заявление можете также принять сразу город хмельницкий раз уже объяснение бери то и заявление от меня тоже примите пожалуйста специально 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 работаете фоб 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 на нет нет дидерксона 4 корпус 9 регистрация по другому адресу корпус 9 обжитие номер 2 номер комнаты 101 095 5 9 5 9 5 9 нет почему дам объяснение почему задали вопрос что это нахожусь или как я пришел к ректору на прием не можете написать чтобы это быстрее было не ну вы пишите к своих слов просто пришел на прием к ректору в приеме мне отказали аргументировал это знали что сегодня нет приема ли что я каждый день уже сюда прихожу что думаете уже 300 раз слышал о том что они мне рассказывали они же не принесли не фиксировал время но сейчас на часах сейчас 14.55 не знаю пусть будет 14 нет не по личному по вопросу переезда и перенее забрать свои вещи с предыдущего места проживания общежития номер 3 спасибо по вопросу переезда и неправомерных действия относительно неправомерный деле ректора института об жалоте неправомерные действия его ну по моим данным я пришел под жаль вообще не правомерные действия ректора института зафиксировать это на камеру как сегодня собственно я пришел ну как вы в это аргументируете или как это напишите на камеру конечно чтобы это зафиксировать что потом это было доказательство как да по поводу по поводу вы вывозу своих вещей из моего общежития или с моей комнаты или как из комнаты где я ранее проживал личные вещи как вы там написали да вот отлично так и правильно будет да на на 100 ректор меня не принимает и собралась представители института в количестве пять человек приемный да ну вы же заходили видели там пять человек стоял до меня я пришел на прием меня не приняли потом собрались пять человек которые пытались меня обвинить в том что я не на законных основаниях пришел сюда требовать встречи с ректором то есть что сейчас карантин я не имею правду находиться и менять меня в том что вызвать ко мне полицию если я не покину помещение я сказал пока не придет директор на прием я не уйду отсюда в нарушении в нарушении порядков нарушение порядка и закона нахождение что я сейчас ними право находиться в институте сейчас карантин видите вот как она мне объяснила что я не имею правду находиться нарушение порядка с относительно карантинных норм или как там она говорит что сейчас карантин сейчас нет я понимаю что карантин в стране но это же как-то влиять как там последний до что я на что в ответ я не согласился стал ожидать ректора помещения до его прихода в приемной до до приезда полиции ну конечно мне угрожали том что приедет полиция и они сказали что если я не покинул и ко мне вызвать полицию я нарушаю соответственно порядке вот дождавшись полиции я соответственно не дождавшись так и напишите чтобы это было зафиксировано сейчас пояснение не дождавшись ректора приехала полиция присутствие которой я покинул помещение как бы в вашем присутствии я покидаю помещение института ну при прием на комедии приемные ректора пусть быть у входа в приемные давайте пусть будет так когда вы приехали в коридоре возле приемный ректор можете как у коридоре ректора я покинул приемную и остался дожидать дожидаться полиции у коридоров приемные можно прочитайте мне просто я хочу убедиться что все так ну не не уже так полностью чтобы конечно я так пожелаю по указанному адресу сегодня примерно в 14 я пришел в адаба приемную на прием к ректору по вопросу приезда и вывоза из прижития моих личных вещей ректор меня не принял приемный ректор собрались пять человек представители института обвинили меня в нарушении законности нахождения в институте я не согласился и остался ждать ректора в приемной до приезда полиции не дождавшись ректора я покинул приемную да и напишите обязательно что при приезде в полиции я покинул помещение чтобы это было как после этого объяснения или как там правильно чтобы после приезда полиции я по просьбе полиции покинул 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 по просьбе полиции покинул помещение да может так и написать меня же завтра записали на прием да да Просто подписать или написано верно или как-то? Здесь написано верно. Я лишал, потому что просил бы вас заделывать. Спасибо. З-М-И-С-ЛИ-Н-А-П-С-А-Н-А-В-Е-Р-НО. У меня есть еще просьба и раз вы уже на месте я хотел бы написать тоже заявление о правонарушении моих прав. Я понял. Что имя? Я обратился к ректору, точнее в академию с просьбой отдать мне мои собственные вещи. На что получил отказ и обвинение в том, что я вот нахожусь в этом помещении незаконно и чтобы я покинул его. Вместо того, чтобы дать мне это разрешение. Объяснение от пелых. Сказали по всем личным вопросам и встречаться завтра. Субтитры делал DimaTorzok 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 Соботите Unautந Псук Псук Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok угу тарасевич павел юрьевич что у меня есть год рождения? 19, 11 и 93 где родились? город Хмельницкий официально работаете где-то? фоб место проживания? гидрикс м4 корпус 9 общежитие 2 не наоборот наоборот корпус общежитие 2 корпус 4 нет дидриксона 4 корпус 2 блин как мы написали? дидриксона 4 корпус 2 а что там общежитие? не, корпус 9 корпус 9 господи тут до 9 должно быть 9 корпус 9 да общежитие 2 все вот так 100 на 4 корпус 9 общежитие 2 да 101 телефон номер 5 9 5 9 5 9 9 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 по поводу того, что по моим многочисленным обращениям мне не дают доступ к моему помещению в котором я заключил договор на проживание для того, чтобы забрать свои вещи ничего не понимаю еще раз нормально понятно у нас с этим институтом заключен договор аренды это аренды помещения в котором я проживал они меня выселили приказом ректора с общежития при этом не разрешили забрать мои вещи тем самым нарушив закон на право моего владения моими вещами и право проживания в этом житии а когда выселили да тогда когда я первый раз обратился в полицию с побоями о том, что меня избил когда я не хотел выселяться рак администрация да представитель администрации института представитель администрации института это академия да это Одесская Державная академия бельнистра архитектура и дизайн архитектура и архитектура просто да да не отказывается а преграждает доступ это не то что отказывается они нарушают мое право а каким образом преграждает охрану охрана не впускает закрыли дверь ну да конечно в помещение преграждает свободному доступу к моим вещам к моему имуществу находящегося в помещении где я проживаю тем самым нарушая условия договора и мое право промежуток тоже межам которые остались межами в общежитии да в общежитии там не в одной комнате там нескольких комнатах поэтому просто пишите в жить ну у меня дверь нет у меня договор был на одну комнату но на так как не закрывалась я поместила свои вещи будут своих друзей у меня есть на это письменное согласие тех людей которые там проживали вот и короче да это уже тонкости мы все равно будем обращаться это суд с этим вопросом путем в разных комнатах на мои письменные обращения на мои письменные обращения ответа не дают на мои устные нет у меня есть ответы у меня есть обращение я могу присадись и убедитесь есть же как-то прозор как проверить это правильно по почте можно проверить когда она отправляла да как когда я получил это все же сейчас доступно я дам даже право суду у меня есть только один ответ и он не объясняет причины обоснованности законных обоснованности в отказе то есть они просто уточняют вопросы почему на мои устные обращения что собственно сегодня произошло очередное провоцирует конфликт создают конфликтную ситуацию выводит меня из стана спокойно стана состояния урожая тем что вызовут полицию и собственно составление обвиняют меня в том что я нарушаю закон в том что я не имею права забрать вещи свои и права владеть и защищать свои права в институте да да выводь меня из себя как она там рассказала погибшийся цим станом здоровья ну пусть будет тогда так погибшийся цим станом здоровья провокующий конфликты провокpu Павел, види, види Правда, я не буду Может быть, может быть Видно Видно Я могу сфотографировать этот протокол? Конечно Да, спасибо Тут, да? Угу Обставленное прошу зафиксовать Можете, пожалуйста, со своих слов прочитать? Потому что сложно разобрать Прошу зафиксировать факт того, что Представители администрации ОДАБА Не разрешая Не Преграждая свободному доступу Которые остались в общежитии номер два В разных комнатах Даговор заключался Даба В аренде одной комнаты На мои письменные запросы Не дают ответы На мои устные обращения Провоцируют конфликты Обвиняют меня Что я не могу Забрать свои вещи Находиться в институте Выводят меня из себя Да 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 Что тут вверху Находилось На какие материальные шкоды Завдано Вот Завдано Диеме Яку на сумму спасать злочину Завладите майном Вот Яким способом Завладили майном Проникнуто в житло Проникнуто в житло Таким шехом А тут нету Квартиру Яке майно Выкрадено Это гражданские Уголовные Криминальные Я понял В вашем случае Гражданские правы Это все через суд Даже правовластницы Так Засовывается физическое наследство Або погрозы Что случаются Да Погрозжаются Тем, что выстрелит меня из общежития Что Если я буду возмущаться Против меня будут приняты другие меры Не уточняют какие Но звучит как угроза А вы воспринимаете как угроза? Ну Правильно Значит это угроза Правильно Хорошо пишите Да Давайте напишем О том, что выстрелит меня из общежития Пишите так, как есть Ну я ничего не знаю У вас договор закончился? Нет Действует Значит specific Чи заправление Против меня У каждого заклада охорони здоровья Чи есть На правительной связи Краймальной пропорции Мотивы Нетерпимость Расово-национальная Грегия Переконания Нет Ну я ж Ничего Я законваря Я не знаю, я сейчас на выезде. Нет, они вроде были в райотделище. Пишите, есть видеофиксация. Чи были ученицы криминальной пропорядки, чи відомы про них? Пишите, что есть видео доказательства всего процесса. У меня есть в наличии видео доказательства. Это свидетельство о том, что есть свидетели. Происходившихся событий с момента моего присутствия в этом и других фактов нарушения моих прав. В том числе фиксация отчин. Есть видеозапись нахождения в ОДАБе в момент составления этого протокола. Есть видеозапись нахождения в ОДАБе. С целью попасть на подъем к ректору, да? Нет, пишите, есть видеозапись в ОДАБе. Фиксация про правонарушение моих прав. Или просто о нарушении моих прав. Нарушение моих прав. Очень просто. Ретап. Здесь записано, наверное, что... Окей. Все, да? Спасибо. Спасибо.